Возраст и опыт здесь не важны. Главное – желание и умение играть. Организатором состязаний выступила компания «Автолига», приурочив спортивные мероприятия к своему пятилетию. Она же приготовила для всех участников ценные призы и подарки. Здесь есть перворазрядники, есть КМС-ники, есть любители, которые любят билет. У нас сегодня строгий дресс-код. Мы хотели, чтобы все это было более высоким уровнем. Если у меня рубашку, брюки, кто может, в жилетку. Я сегодня жилетку надел специальную фирменную. На турнир съехались 28 спортсменов. Для многих это соревнование было поводом встретиться и интересно привести время за любимой игрой. А пока шла регистрация участников, всем вручали памятные подарки. Максим в этом виде спорта уже много лет. Не раз становился призером различных соревнований. Сегодняшний турнир для него много значит. Он настроен на победу. Чем вы бильярд? Общение. Общение, развитие. Она очень хорошо развивает игру. В плане психологии, человеческих качеств. То есть бойцовский характер воспитывает. То есть если нет характера, к победе не придешь. Среди участников была и одна девушка. В клубе «Шар» она работает тренером в школе бильярдного искусства. Игра примерно с 2005 года. Начала ходить в школу бильярда в городе Тюмазы. Там обучалась. Потом какое-то время сама тренировала. Соперники сильные, но играя с ними, повышаешь свой уровень. Финальная схватка турнира закончилась глубоко за полночь. Золотая медаль и кубок за камерой разыгрывали между собой Евгений Краснов из Казани и нижнекамец Дмитрий Сулейманов. Сильнее оказался гость из столицы. Бронзовыми медалями были награждены нижнекамец Максим Бахметов и челненец Радик Хананов. Кирилл Давкаев, Гизар Нуреев, Новости НТР.